Ребят, вот в Испании есть охренительно большая проблема. Проблема, о которой я уже не раз говорил в своих видео, это проблема с окупасами. Чтобы вы понимали, окупасы это люди, которые незаконно вселяются в чужую недвижимость, не имея на это вообще никакого права. Это явление стало настоящим бедствием для многих владельцев недвижимости и для испанского общества в целом. Окупация это не просто незаконное вселение в жилье, это серьезное и тяжелое явление, с которым пытаются бороться на всех уровнях испанского общества. Вы только вдумайтесь, ребят, вот только по официальным данным в год регистрируется порядка 16 тысяч проникновений в чужое жилье. Это порядка 44 проникновений в сутки. Жесть, да? Даже судья Конституционного суда Хорхера Дригеса Сапота, который долгие годы работает в судебной системе Испании, выпустил целую книгу, посвященную этой проблеме. В своей книге он подробно описывает правовые сложности, с которыми сталкиваются владельцы недвижимости и приводит реальные примеры дел, с которыми ему в свое время пришлось иметь дело. Сейчас в этом видео я покажу, насколько сложными и запутанными могут быть случаи захвата недвижимости и приведу несколько ярких примеров из судебной практики. Затем я развенчаю множество мифов об окупасах, которые глубоко засели в испанское сообщество, а также среди тех, кто сталкивается с этой проблемой. И, наконец, я расскажу, какие пути решения проблемы на самом деле на данный момент существуют и какими лучше всего пользоваться, основываясь, соответственно, на мнении судей и, в частности, судей Конституционного суда Хорхера Дригеса Сапота. Погнали! Начнем с пяти наиболее ярких случаев, которые описывает судья Сапота в своей книге. Первый случай. Захват квартиры в Барселоне. Пожилая женщина временно переезжает к родственникам по состоянию здоровья, и в этот момент ее квартиру захватывают окупасы. Несмотря на очевидную незаконность этих действий, процесс выселения затянулся на несколько лет. Представляете? Все это произошло из-за различных юридических уловок и бюрократических проволочек. Женщина смогла вернуть квартиру только после долгих судебных разбирательств. Но квартира оказалась в весьма плачевном состоянии. Ей пришлось вкладывать большие средства в ее восстановление. Еще один яркий пример – это захват дома в Мадриде с использованием сквотерских тактик. Семья, уехавшая за границу, вернулась и обнаружила, что их дом захвачен окупасами, которые утверждали, что имеют полное право на проживание, так как этот дом долго пустовал. Этот случай был особенно сложным, так как местные судьи часто становились на сторону окупасов, защищая их права на проживание на основании гуманитарных соображений. В итоге выселение заняло более года. Третий инцидент – это инцидент в Валенсии. Здесь уже пошла конфронтация с окупасами. Владелец недвижимости, отчаявшись дожидаться помощи от властей, решил самовольно выселить окупасов из своего дома. То есть он взял дубинку и пошел выселять силы. Окупасы, долго не думая, взяли и подали жалобу в суд. И владелец уже оказался в положении, когда ему грозило уголовное преследование за нарушение законов, запрещающего применение силы против окупасов. Еще одно показательное дело в многоквартирном доме в Севилье. Несколько квартир в доме были захвачены окупасами, которые создали группы и настолько обнаглели, что начали угрожать другим жителям и даже применять насилие. В конечном итоге только массовое одновременное выселение с участием полиции решило проблему. Захват элитного жилья на побережье Коста-Браво. В этом случае иностранные владельцы, узнав о захвате своей элитной виллы, столкнулись с весьма серьезными трудностями. Процесс выселения занял многие-многие месяцы, так как это было не единственное их жилье, и в итоге владельцам пришлось потратить значительные суммы на восстановление собственности. Вот этот случай, он привлек, во-первых, международное внимание и стал примером того, как сложно защитить права собственности в Испании, особенно если собственник иностранец. Теперь, когда вы видите, с какими сложностями сталкиваются владельцы недвижимости, давайте перейдем к весьма распространенным мифам, связанным с выселением окупасов. Я собрал для вас самые популярные мифы, которые сейчас хочу развеять. Первый, как ни странно, но миф. Если в доме или квартире есть сигнализация, то такую недвижимость не захватит. Звучит логично, правда? Но это, к сожалению, не так. Да, сигнализация может сдержать некоторых окупасов, но она не является абсолютной гарантией, к сожалению. Если сигнализация не подключена к охранной службе или полиции, ее могут просто отключить. Некоторые окупасы умудряются даже обходить сигнализацию, привязанную к полиции, потому как в ряде случаев окупация – это целый бизнес. И окупасы также ведут подготовку, и у них есть сеть наводчиков. А знаете каких? Лично я знаю несколько случаев, когда наводчиками были уборщицы, садовники и даже знакомые владельцы. Так что сигнализация – это хорошо, но полагаться только на нее не стоит. Следующий миф. Если у хозяина есть лицензия на оружие, то его квартиру не захватят. Здесь очень интересный момент. Многие думают, что если у тебя дома есть оружие, хранящееся в сейфе, то в случае захвата квартиры окупасами, полиция тут же приезжает и быстренько их вышвыривают на улицу. Ребят, это миф. Наличие оружия, к сожалению, в Испании не является основанием для немедленного выселения окупаса. Полиция, естественно, приедет, а дальше она проверит законность хранения оружия, может предпринять дополнительные меры безопасности, но это никак не ускорит их выселение, то есть они не возьмут их и не вышвырнут на улицу. А если оружие хранится неправильно, то владельца ждет еще и много вопросов от этой самой полиции со всеми вытекающими последствиями. Еще один распространенный миф. Если окупасы находятся в недвижимости менее 48 часов, то их можно выселить быстро. Здесь есть, конечно, доля правды, но с важными нюансами. В Испании действительно существует правило, что если окупасы задержаны или замечены в момент захвата, то есть проникновения, то их можно быстро выкинуть из квартиры. Либо вообще без суда, либо очень быстро. Однако это очень сильно зависит от обстоятельств. А если окупасы уже успели обосноваться, ну, к примеру, сменили личинку в двери, занесли какие-то свои вещи, то процесс может затянуться на долгие месяцы. Ну, а по поводу 48 часов это вообще заблуждение. Так что не все так просто. Если нанять амбалов, они быстро выселят окупасов. Ребят, это не просто миф, это еще и очень опасный миф. Нанимать ловиков для физического выселения окупасов, это, во-первых, незаконно и очень рискованно. Это может привести к насилию и серьезным, и даже уголовным последствиям. Понимаете? В первую очередь это будут для вас последствия. Если окупасы подадут жалобу, то именно вам придется нести ответственность за такие действия. Так что советую даже не думать об этом. Вот вам еще одно распространенное заблуждение. Если заплатить окупасам, они добровольно покинут жилье. Знаете, вот это один из самых рискованных мифов. Да, конечно, некоторые окупасы могут согласиться на деньги и уйти. Это правда. Но это не гарантирует решение проблемы. Во-первых, это незаконно, опять же. И окупасы это прекрасно знают. Во-вторых, они могут просто взять деньги и не уйти. Или уйти и вернуться позже. Вы просто создадите прецедент и рискуете столкнуться с еще большими проблемами. Существует также мнение, что если дом или квартира пустует долгое время, ее обязательно захватят скоттеры или окупасы. Нет, ребят, это не так. Конечно, пустующие дома находятся в зоне риска. Но это далеко не значит, что каждый такой дом будет захвачен. Здесь многое зависит от районов, уровня защиты и других многих-многих-многих факторов. Тем не менее, стоит позаботиться о своей недвижимости, если вы долгое время не проживаете в ней. Я, кстати, расскажу, как чуть позже. Также есть миф, что если окупасы платят коммунальные услуги, то их нельзя выселить. Это неправда. Оплата коммунальных услуг в Испании не легализует незаконное проживание. Да, иногда окупасы могут оплачивать счета, чтобы дольше оставаться незамеченными. Но это не дает им права на жилье. Вы все равно можете подать в суд и требовать их выселения. Еще один распространенный миф. Если окупасы прописались в вашей квартире, то их практически невозможно выселить. Ребят, вот это еще одно заблуждение. В Испании прописка не дает права на проживание или собственность. Это просто административная процедура, которая никак не может предотвратить процесс выселения. Так что, если кто-то из окупасов прописался у вас, это не значит, что вы его не можете никак выселить, если вы ничего не можете сделать. Один из наиболее укоренившихся мифов окупасы – это только бедные и бездомные. Многие думают почему-то, что окупасы – это бездомные люди, которые просто не имеют другого выхода, как к вам залезть в недвижимость. Это далеко не так. Среди окупасов есть и организованные группы, которые захватывают недвижимость с целью ее перепродажи или незаконной аренды. Поверьте, не все окупасы действуют из-за нужды. Многие делают это осознанно и весьма-весьма систематически. Полиция может выселить окупасов без суда. Вот, ребят, существует мнение, что полиция может просто прийти и выселить окупасов без всяких юридических процедур, просто потому, что вы это сказали, что это ваша собственность, и вы хотите их выкинуть оттуда. Это неправда. В большинстве случаев полиция не может и не имеет права действовать без судебного решения. Кроме ситуации, когда окупасы были задержаны непосредственно в момент захвата вашего жилища, то есть в момент проникновения туда. Даже если вы предоставите полиции договор аренды, это не дает им права немедленно выселить окупасов. Только решение суда. Есть еще одно мнение. Окупасами становятся случайно. Ну, ребят, некоторые полагают, что люди становятся окупасами случайно, ну, там, из-за потери работы или из-за потери жилья. Однако, ребят, в большинстве случаев захват недвижимости – это преднамеренное действие, часто организованное и хорошо спланированное. Окупасы не просто случайные прохожие, откажитесь от этого мнения. Многие из них намеренно ищут возможности для захвата пустующей недвижимости. Одно весьма распространенное мнение – существуют законы, защищающие окупасов. Я не знаю, почему, но в Испании очень распространен миф о том, что есть какие-то специальные законы, защищающие окупасы. Это бред на самом деле. На самом деле таких законов нет. Существуют процессуальные нормы, которые защищают права человека в целом, но они не направлены на защиту окупасов. Они просто иногда могут задерживать процесс выселения. Однако, это не значит, что окупасы защищены законом. Наоборот, их действия являются незаконными, и владельцы недвижимости имеют полное право добиваться их выселения через сутки. Окупасы обязательно оставляют недвижимость в разрушенном состоянии. Да, к сожалению, но многие окупасы действительно оставляют жилье в очень плохом состоянии. Но это не всегда так, могу вас обрадовать. Некоторые из них поддерживают порядок, чтобы дольше оставаться незамеченными. Тем не менее, риск повреждения недвижимости остается очень высоким. Ребят, вот теперь, когда мы с вами развенчали основные мифы об окупасах, давайте поговорим о том, как на самом деле можно выселить окупасов из вашей недвижимости. Здесь есть два основных пути. Гражданский и уголовный. Гражданский путь выселения окупасов – это процесс, при котором владелец недвижимости обращается в суд с иском о выселении. Этот путь чаще всего используется, когда окупасы уже успели закрепиться в недвижимости, а ситуация не попадает под уголовные категории. Процесс может быть долгим и включать в себя несколько этапов. Подача иска, судебное заседание, в конечном итоге получение судебного решения о выселении. После этого решения полиция может прийти для исполнения выселения. Я один раз присутствовал на выселении, когда мы не смогли выселить окупасов. Знаете почему? Потому что в доме, откуда выселяли, находилась собачка. А для того, чтобы выселить собачку, то есть окупасов с собачкой, нужно, чтобы дополнительно был специалист по животным, который бы смотрел, не пострадает ли собачка от выселения, не пострадает ли ее психика. Вот этот путь требует терпения, но он важен для защиты прав собственников в рамках закона. Опять же, мы говорим только про закон. Второй путь – это уголовный. Уголовный путь предполагает, что действия окупасов попадают под уголовные статьи, такие как незаконное проникновение или захват чужой собственности. Здесь как? Если окупасы захватили недвижимость недавно или их присутствие можно классифицировать как преступление, владелец может подать заявление сразу в уголовный суд. Этот путь может быть более быстрым, если будет доказано, что действия окупасов носят криминальный характер. Однако для этого нужно предоставить достаточно доказательств, чтобы полиция смогла действовать оперативно. Что же говорит судья? Судья Хорке Родригес Сапата призывает именно к использованию уголовного пути для борьбы с окупасами. Он приводит на самом деле убедительные аналогии с кражей автомобиля. То есть если человек украдет автомобиль, это рассматривается в первую очередь как уголовное преступление. Согласитесь, и преступник преследуется по закону. Но когда речь идет о краже недвижимости, а захват жилья по сути является временным лишением собственника его прав на недвижимость, то почему-то это часто рассматривается как административное правонарушение. Судья считает, что это как-то несправедливо и призывает всех владельцев подавать сразу в уголовный суд, чтобы дела о захвате недвижимости рассматривались как уголовные преступления с соответствующими последствиями для окупасов. Чтобы максимально минимизировать риск проникновения окупасов в ваше жилье, можно предпринять следующие меры. Один из самых простых и эффективных способов защитить свое жилье – это установить качественные взломостойкие замки и двери. Убедитесь, что замки имеют высокий класс защиты, а двери металлические или усиленные, чтобы их было сложно взломать. Сигнализация и система безопасности. Да, я говорил, что она не всегда помогает, но все равно установите сигнализацию, которая подключена к охранной компании или напрямую к полиции. Современные системы могут включать видеонаблюдение, датчики движения и даже удаленный контроль через смартфон. Это не только отпугнет окупасов, но и позволит оперативно отреагировать на любые попытки проникновения. Помните, я вам рассказывал, что если быстро отреагировать, то быстро можно выселить? Если вы не живете в доме постоянно, постарайтесь регулярно его посещать. Или поручите это соседям, друзьям или просто управляющей компанией. Заброшенные или неухоженные дома привлекают окупасов. Периодическое присутствие людей создает ощущение, что дом под наблюдением и отпугивает окупасов. Поддерживайте хорошие отношения с соседями. Налаженные отношения с соседями – это очень важный фактор. Они могут заметить подозрительную активность около вашего дома и своевременно сообщить вам или полицию. Заранее договоритесь с соседями, чтобы они обращали внимание на вашу недвижимость, особенно если она часто пустует. Если вы не живете в доме постоянно, установите таймеры на освещение и другие устройства, чтобы создать видимость присутствия. Включение и выключение света в разное время суток создаст впечатление, что дом обитаемый, и это может отпугнуть потенциальных окупасов. Если у вас частный дом или квартира находится на первом этаже, или имеют легкий доступ через окна, установите решетки. Это сделает проникновение гораздо сложнее. Если вы долгое время отсутствуете, наймите управляющую компанию, которая будет присматривать за вашей недвижимостью. Проводить там осмотры и поддерживать порядок в доме и на участке. Это также помогает создать впечатление, что дом находится под постоянным контролем. А разместите таблички с указанием, что дом находится под охраной или под наблюдением видеокамер. Даже если это не так, подобные предупреждения могут отпугнуть потенциальных нарушителей. Страхование имуществ. Хотя это и не предотвратит проникновение, но наличие страхового полиса на недвижимость может помочь вам покрыть расходы в случае ущерба, наренесенного оккупасами. Будьте готовы действовать быстро в случае попытки захвата. Иметь заранее подготовленного адвоката или хотя бы план действий в случае попытки оккупации может помочь вам оперативно начать процесс выселения через суд. Принятие этих мер значительно снижает вероятность того, что оккупасы выберут именно ваше жилье для захвата.